всем привет продолжаем знакомиться с языком python или питон используем используя игру майнкрафт и так что сегодня будем делать ну сегодня будем делать следующее короче 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 сделаем так вот когда игрок будет идти тон будем проверять пусто ли здесь или есть ли там вода так вот если есть вода либо воздух ну пустой квадрата то чтобы мы не упали я буду 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 впереди строить какой-то блок камень какой-то например каменный блок и то есть получается следующее вот отсюда во я смогу пойти прямо и передо мной будут будет строиться будет укладываться камень вот соответственно по диагонали назад вперед вправо влево буду идти и везде будет строиться вот соответственно познакомимся как строить как устанавливать блоки по координатам ну и что за мудень до задолбала задолбала давайте знаете что сделаем давайте делаем вот так вот об сейчас добавим меня в админы по моему по моему а.п. по моему а.п. cpp просто а есть мэйд cpp просто сервер оператор вот чтобы этого бардака не было теперь 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 наверх надо туда подняться я подымусь вот я поднялся так теперь установим game mode game mode по моему крейте у блин все непривычно креатив и тайм установим время сет ух ты не 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 сет воды день да что ты будешь делать еще раз вот да и вот вот так пойдет так 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 и вон что-то наверху а я так понимаю это облака ничего вот короче так будет проще режим креатив то есть создание соответственно можно вроде бы тут у меня все доступно можно все строить короче самое главное что никто про нападать не будет так вот так вот так вот вот я такую штуку нарисовал что это такое ну смотрите для того чтобы что-то строить перед собой нужно понять куда же я иду потом ну куда направлена камера так потому что камера то направлена может быть туда а соответственно нам надо определять блок перед игроком когда я поверачиваю сюда то передо мной совсем другой блок может быть и так далее и тому подобное вот соответственно в этом небольшом аппе есть такая штука есть такая функция как get rotation она указывает градус азиму да то есть за ноль считается если я смотрю на север ноль или 360 соответственно 90 градусов вот тут это у нас восток 180 юг 270 запад ну и соответственно 360 или 0 это опять таким этот как его север вот дальше смотрите я разделил на вот такие вот области что это за области но смотрите вот это первая область если мне камера ну я смотрю вот да грубо говоря вот мой взгляд вот эта линия и вот эта линия если мой взгляд между двумя этими линиями то грубо говоря на блок передо мной надо ставить если же мой взгляд между двумя этими линиями то на блок как вы видите ну например я здесь стою то блок справа и вперед то есть ну по диагонали блок да то есть короче грубо говоря я туда смотрю передо мной блок надо поставить И если я по диагонали смотрю, то значит наискосок от меня, как бы вам это объяснить, вот так вот, смотрите, вот я сюда перейду, вот на этот блок встану, вот, я смотрю прямо, знаешь, нужно блок поставить передо мной, но я же могу смотреть где-то вот сюда, значит не сюда и не сюда надо блок поставить, а вот по диагонали. Вот, точно так же вот здесь, и как вы видите, здесь угол чуть больше, чуть-чуть меньше, ну, я вот так вот определил, короче, прикинул, вот. Теперь смотрите, вот здесь градус, градус у нас 53.13, а вот здесь 36.87, соответственно опять здесь, то есть вот этот, вот этот, вот этот и вот этот секторы равны, то есть углы у них одинаковы. Соответственно у этого, у этого, у этого и у этого сектора тоже углы равны. Вот, соответственно у меня есть 8 вариантов, да, как устанавливать, куда ставить блок. Соответственно и вот здесь, если мы встанем, например, сюда, то у нас есть 8 соседних, соседних блоков. Раз, потом 2, вот 3, там по диагонали 4, 5, 6, 7, 8, вот. Соответственно нас окружает 8 блока, вот. Соответственно по этим градусам я буду воспользуясь функцией getRotation, я буду определять конкретно куда я смотрю. Соответственно от того, куда я смотрю, я определю в какой из блоков я попадаю, да. И исходя из этого, я уже буду устанавливать блок, ну, туда, куда нужно. Так вот, так вот, первым делом, смотрите, у нас есть 8 блоков. Их нужно как-то назвать. Ну, можно их просто пронумеровать. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да. Или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соответственно, единичка будет соответствовать направлению север, двоечка направлению северо-восток, троечка направлению северо-восток и так далее. Но, 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 ну и в зависимости от этих циферок, да, мы сможем, мы сможем определять правильные координаты. Потому что, смотрите, я вот здесь буду стоять. Так, у меня будет позиция x, y, z. Значит, если я смотрю сюда, значит, мне нужно поставить блок передо мной. И не только передо мной, а чуть-чуть ниже. Почему ниже? Ну, потому что вот же я стою, так я стою сверху на блоке. Блок мне надо чуть ниже, на позицию ниже поставить и передо мной. Значит, где тут? Значит, значит, значит. Мы помним, что по y это вверх и вниз идет, да. Значит, нам надо y минус 1 точно. А вот дальше надо определить, на какой x и какой z. z это север, x это, ну, север-юг, а x это восток-запад. Вот. Так вот, когда я смотрю сюда, то, значит, мне передо, чтобы передо мной было это, мне надо позицию по z увеличить на 1. Если же я стою вон туда, то мне надо позицию, ну, если я развернусь в эту сторону, то мне позицию z надо уменьшить на минус 1, да, чтобы блок поставить перед собой. Соответственно, если я смотрю на восток, то мне что нужно? Мне надо точно так же увеличить позицию x, если я смотрю сюда, то уменьшить. Ну, я думаю, если вы сейчас это все нарисуете на бумажечке, представите, то проблем никаких не составит во всем этом разобраться. Так вот, смотрите, первым делом по углу надо определить, в каком мы блоке, ну, какой блок надо ставить. Тут же z надо изменить, а тут z и x, тут x надо изменить, а тут z и x, ну, там плюс, минус, плюс 1, минус 1 и так далее и тому подобное. Так вот, так вот, так вот, что нужно делать? Первым делом по углу нужно определить, куда мы четко смотрим, чтобы четко понимать, в какую область ставить квадрат. Ну, для этого, для этого, давайте познакомимся с такой штукой, как перечисления. И вот я написал, так, я сейчас это все удалю лишнее, лишнее, наверное, опечатать позицию тоже не надо. Это есть в предыдущем уроке, вот, вот так вот, наверное, это я тоже удалю. Будет какой-то цикл, будет какой-то цикл, вот так вот, будет что-то, будет тайм, во. Так вот, смотрите, перечисление, что такое перечисление? Ну, это вот как раз замена циферок, каких-то циферок с нормальными, обычными словами. Потому что, когда мы будем определять по углу, в какой блок мы попали, и если мы будем отталкиваться, что, например, если градус, куда мы смотрим, да? Вот здесь 0, если, как я говорил здесь, градус какой у нас, 53.13. Так вот, если 0, ну, 53.13 разделить на 2, я думаю, понимаете, почему. Так вот, если градус наш больше равен 0 или меньше равен там 20 с чем-то, то, знаешь, мы там типа смотрим на север. Либо же там, да, если наш градус, куда мы смотрим, меньше равно 360 и больше равно там сколько, 370 с чем-то, вот, то есть до этой линии, то, значит, мы продолжаем смотреть на север. Почему здесь два сравнения надо? Потому что здесь как раз идет схождение, да, так идет 358, 359, 360, а потом бац, и тут сражен 0, 1, 2, 3, 4, 5, вот. Так вот, если мы эти блоки просто пронумеруем 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то в коде, когда мы будем встречать вот эти вот циферки, будет непонятно вообще, что это такое. Ведь, смотрите, задача какая? Получить угол, вот этот от 0 до 360, и по нему узнать наше направление. Так вот, будет гораздо легче, когда мы в качестве направления будем использовать нормальный человеческий язык. То есть будет север, северо-восток, восток, так, дальше юго-восток, юг, юго-запад, запад, и что это? Северо-запад, во! Ну и непонятное, да, какое-то направление. Ну вдруг такое произойдет. Вот. Хотя, ну тут здесь не надо, но пусть будет. Так вот, гораздо проще, когда мы будем человеческими словами оперировать, чем циферками. Потому что циферки мы можем забывать, или циферки могут увеличиваться, там, в 9, 10, 11, 12, 13, и так далее, и тому подобное. И нам все время надо будет бегать к описанию, да? Вот. Потому что, так или иначе, нужно будет где-то документировать, к примеру, что 1, это циферка 1, означает, что это север. Вот. Так вот, для этих вот вещей как раз, ну и вот эти всякие циферки, они как раз и называются магическими числами. Почему магическими? Потому что непонятно, что это за число. Так вот, для таких вещей есть либо константы, либо перечисления. Вот в языке Python создается перечисление. То есть, импортируем E-NAM. Импортируем E-NAM. Ну, короче, вот так вот. Вот. И описываем класс, имя нашего перечисления и в скобочках E-NAM. Вот. Ну и дальше, вот, описываем. То есть, север будет соответствовать единичке, ну и так дальше, и тому подобное. Теперь, смотрите, вторая функция. Какая нужна нам вторая функция? Вторая функция должна возвращать по градусу от 0 до 360 непосредственно, куда же мы смотрим. Собственно говоря, я сейчас ее и напишу. Итак, функцию я написал. Смотрите, player будет передан на объект player. У player, ну если там перейти по описанию этого, блин, API этого, то мы можем найти, да, что у player, ну вот как, например, у Minecraft, в Minecraft Create есть, что у нас? MC player, а у player есть такая функция getRotation. getDirection, ну это вектор возвращается, getPause и там еще парочку функций. Так, вот, так, вот, так, вот, так, вот. Так, вот, что я хотел сказать. А, вот функция, которая по градусу, да, от 0 до 360 будет определять реальное направление. И вот, смотрите, как раз таки проверка севера, ну давайте не севера, ну ладно, севера. Если угол больше равно 333.435, то есть это вот эта точка, и меньше равно, как вы видите, вы здесь с конструкцией и взнакомитесь, и вот здесь чуть-чуть уже не так, как было в предыдущем. То есть я постараюсь в каждом новом уроке что-нибудь новое из Пайтона добавлять. Так вот, а если больше, чем вот это и меньше, чем 360, или, 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 или угол вот этот больше равен нулю или меньше равен 26, вот это значение, 26.565, значит мы смотрим на север. Иначе, если угол больше равно там 26, 566, это вот это значение, и меньше равно 63, 43, это вот это значение, то куда мы смотрим? На северо-восток. Правильно, норд-ист. Вот, теперь смотрите, есть перечисление, есть у нас функция, которая по градусу, мы перейдем игрока, и она определяет четко, куда он смотрит. Вот, половина работы, можно сказать, сделана. То есть, то есть, то есть, то есть, теперь нужно это как-то всандалить вот сюда, и, 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 построить блок. Вот, ну, собственно говоря, здесь по-хорошему еще не хватает функции, сейчас я подумаю, наверное, которая будет проверять блок перед игроком. Вот, елки-палки, опять, 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 блок перед игроком, вот, то есть, наверное, надо будет, смотрите, у каждого блока есть ID. А, ну, мы сейчас к этому подойдем. Вот, короче, давайте я еще напишу сейчас функцию, которая будет проверять по направлению пустой, ну, ну, как, находится ли здесь воздух, вода, и еще там какая-то вода, то ли падающая, то ли фиг его знает. Ну, короче, все, что с водой связано и с воздухом, я сейчас буду определять. То есть, по направлению буду говорить. Если я могу, типа, упасть или утонуть, то, значит, значит, надо туда что-то строить. Итак, смотрите. Я добавил функцию из empty, ну, то есть, есть пусто или нет. Вот, и по блок ID я буду сравнить, если это воздух или вода, или вода какая-то страшная, или water flowing, я не знаю, что это, я все с водой нашел, вот, и везде делаю проверку. Так вот, если, типа, пусто, то возвращаю true, значит, надо что-то строить. По поводу блоков, смотрите, я еще импортну вот такой mspi из этого API-блок, да, и что там есть, давайте перейдем туда, к описанию. Go, 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 go to. Вот, смотрите, air, что такое air, stone, grass или dtp, это блоки просто с некими циферками. Так вот, теперь смотрите, вот здесь аналогичный подход, только здесь используются константы. Вот, смотрите, если бы мы оперировали, вот, к примеру, если блок ID равно 0, ну, циферку использовали бы, да, то что это за 0, что это за, где тут, где тут, где тут, к примеру, 8, или что это там 9 такое, то есть, мы бы просто терялись. Но каждой циферке присвоено человеческое соответствие, то есть, ну, на нашем языке все написано, ведь язык программирования в первую очередь для программистов, для людей. А задача компилятора или интерпретатора перевести его в машинный код. Так вот, вот так вот гораздо проще и понятнее. Вот мы четко понимаем, с чем мы сравним. Так вот, вот здесь, что я делаю здесь, я сравниваю с водой, воздухом, водой, еще раз водой. Вот тут я пострел, в принципе, можно было бы с этим даже не сравнить, потому что оно идентично. Ну, да ладно. О, кстати, можно еще лаву в сандале, чтобы в лаву не вступить, вместо лавы, чтобы строился камень. Короче, это сделаете сами, если захотите. Так вот, так вот, еще смотрите, я открыл справку и, а, ну ладно, эту справку потом, потом, потом покажу. Вот, так вот, сделал функцию блок ID. Откуда я возьму этот блок ID? А дело в том, что, что у, смотрите, у API есть такая функция getBlock. И getBlock мы сюда передаем координаты, ну, какие-то координаты, по которым мы хотим узнать, какой блок по тем координатам. Так вот, вот это вот все вернет нам некую ID-шку. И вот непосредственно по этой ID-шке я буду все узнавать. Теперь, теперь сейчас я еще напишу одну функцию и все вам расскажу. Итак, написал я еще одну функцию такую, check and buildBlockBeforePlayer. Перед плеером, что-то, наверное, before неправильно написано. Ну да ладно, пофиг. Что я в этой функции делаю? Ну, я первым, первым делом получаю текущую позицию нашего игрока, getTilePost. Эта функция вам знакома. Дальше, как я говорил, я у этого объекта, currentPosition, уменьшаю y на минус один. Для чего? Ну, а для того, чтобы, если я буду строить блок, то не перед собой прямо, а вот внизу. Ну, так как там пусто или вода. Вот, дальше, смотрите, direction я получаю по определенному градусу, давайте опять вернемся, getPlayer, получаю rotation. И по нему я определяю, куда же я все-таки смотрю. Так вот, как вы видите, вот здесь, если бы здесь были циферки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, это было бы не совсем удобно. Но у нас здесь перечисления, то есть человеческие константы на человеческом языке. Соответственно, здесь я четко могу подкорректировать свой алгоритм или еще что-то. Вот, так вот, я смотрю, если я смотрю на север, значит, 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 где оно? Значит, вот я смотрю на север, значит, мне нужно увеличить координату z на 1. Если я смотрю на юг, значит, координату z мне надо уменьшить на 1. Вот, то же самое здесь, где тут у нас? Ист, ист, восток. Если я смотрю на восток, значит, x надо уменьшить. Если смотрю на запад, west, то x надо увеличить. Ну, почему увеличить или уменьшить? Ну, все потому, что такая система координат у мира Minecraft. Вот, там у них y вниз идет, вниз это по уменьшению, вверх, ну, высота вверх, низота вниз, так сказать, вперед смотрим вдаль. Это у нас координата z уменьшается, сзади нас, чем дальше от нас, то координата z увеличивается, и на восток x увеличивается, на запад уменьшается. Вот, короче, если вы это все нарисуете, попробуйте представить, то во всем вы разберетесь и поймете. Вот, так вот, просто вот здесь я определяю как раз, какие координаты мне надо изменять. То есть, опять-таки, возвращаемся. Если я смотрю, грубо говоря, пусть это будет север. Знаешь, мне надо только на x, ну, на одну координату сместить, и вот здесь поставить квадратик. Ну, не квадратик, а этот блок. Если же я смотрю куда-то наискосок, да, то, знаешь, мне надо одну координату сместить. И вторую сместить, и получится, вот здесь блок поставить надо. Вот, ну, думаю, идею поняли. Вот, соответственно, я определяю, какие координаты надо изменить. Дальше я смотрю, смотрите, получаю функцию, ну, использую функцию getBlock. Уже изменил координаты, и по этим координатам узнаю блок ID. Так вот, и передаю функцию из empty. И если там пусто, а пусто я определяю как-то, есть там воздух, вода, 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 вот, то я строю. Вот, смотрите, setBlock функция. Что она делает? Я могу по координатам определенным установить блок, какой-то блок. Давайте перейдем сюда. Глаз, это стекло какое-то, да, тут много всего есть. Но фишка в том, что, да, елки-палки, фишка в том, что здесь еще, можно через запятую, еще один параметр. И как узнать, что же туда передавать? Смотрите, вот есть справочка. Запоминайте быстро-быстро, переписывайте быстро-быстренько. Так вот, смотрите, вот здесь все блоки описаны в справке. И для вул, что за вул? Это вуд? А не, вот есть вуд. Так вот, короче, если вот здесь, к примеру, вуд. Давайте. Вуд. И поставим оак, оак. Спрус. Блин, это цвета типа, походу. Ладно, давайте нолик поставим. Нолик поставим. То будет какой-то деревянный блок и вот какой-то оак. Фиг его знает, это, наверное, какое-то не наше слово. Ну, у нас в русском языке я такого слова не видел. Ну, ровно как и вот этих слов. Так что, мне кажется, это слова не русские. Вот. Скорее всего, это разновидность деревянного блока. Для стекла разновидны... Они есть. Грастейл. А ну-ка, Грастейл, это что у нас? Блок 30. Давайте Грастейл. Вот. И для Гра... А что такое Грастейл? Фиг его знает. Не, короче, давайте я просто дерево буду строить. Вот. Я подумал, стекло. Ну, для стекла дело в том, что вариаций нету. Для чистого стекла есть. Для камня. Есть для планок деревянных. Есть для этого факела. И все. Вот. Так вот. Если в списке... Ну, вот. Стекло, да. И тут в списке стекла нет. Значит, это какой? Пятый параметр не нужен. Только четвертый. Я думаю, короче, вы поняли. Я так уже рассказываю. Потому что уже 10 часов. Ё-моё. Ё-моё. 10 часов вечера. Вот. Так вот. Я получаю по текущим координатам ID-шку блока. Смотрю, можно ли... Ну, пусто там или нет. Если да, то устанавливаю блок. Также есть функция setBlocks, в которых можно указать раз точку и точно так же вторую точку. И вот между всеми этими точками будет построено, выложено все с указанным блоком. То есть так можно плоские, ну, площади какие строить, либо же дома строить. Вот. Ну, об этом, я думаю, может быть в следующий раз поговорим, как строить крупные дома. Ну, я думаю, вы поняли. Сначала можно построить большой куб из камня. А потом внутри заполнить все воздухом. Но только координаты на минус один уменьшить. Ну, я думаю, вы поняли. То есть меньше такой куб. И, соответственно, сначала из камня будет, а потом внутри заполните все воздухом. Вот. А потом окошечки где-то втулить и все. Ну, для этого... Короче, это будет потом. Вот. Так вот. Вот. Давайте попробуем. По идее, должно работать. Должно работать. Вот. Вот так вот. Сейчас. Че, какой... Че это? А, MC. 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 По идее, должно работать. Shift. Ой-ой-ой-ой. Не понял. Запуск. О! Запустилась. Ёлки-палки. Давайте установим день. Ну. Ну. Хочу не строиться. О! 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 Какой-то тупняк. Не понял. А почему впереди, вперед не строится? Не, смотрите. Все вроде... Блин. Что-то не так. Что-то не так. Сейчас я, наверное... Не, ну, в принципе... Не. Какие-то координаты почему-то не отрабатывают. Ладно. Сейчас давайте, давайте, знаете, что я сделаю, чтобы уменьшить задержку. Я сейчас уменьшу это слип до 100 миллисекунд. Вот. И давайте я запущу еще раз. Не, ну, вроде работает. А ну-ка. Не, вот сюда у нас строительство идет. А вот почему сюда не идет? Не понял. Ух ты. Что-то перепутано. Что-то перепутано. Только я не пойму, что. Ну, вот же. Вроде все нормально. А вот сюда, когда я ставлю, видите, оно сзади строит. А если туда, то тоже сзади. Странно, странно, странно. Почему так перепутано? Ой-ой-ой. А, я в режиме создания. Ничего страшного. Ну, в принципе, работает. Единственное, возможно, где-то на конкурсе. Накосячил что-то. И, надеюсь, вы все шарящие люди, то вы определите, где я накосячил. Я не понимаю. Вроде бы. Ну, я просто перед этим, на самом деле, немного проверял. Вроде все работало. Вот. Передо мной блоки строятся. Строятся, строятся, строятся. Окей, давайте я пересоединюсь. Так, 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 давайте заново подключусь. Ну, если будет опять-таки косячить, не понял, а что такое энкриптинг? Так, что-то подзависло. Так, переподключился. Сейчас попробуем. Короче, если сейчас опять будут какие-то косяки, то... То уж вы уж меня извините, но... Но, но, но... Опа! Да, какие-то почему-то косяки. Вон там я проверял, строил. Вон, как вы видите. Стекло строил. И все было нормально. А сейчас опять почему-то перепутано. Возможно, все зависит от того, куда я смотрел или что. Вот я реально не понял. Потому что, смотрите, сейчас перепутаны... Сейчас почему-то перепутаны, перепутаны, перепутаны что-то. В эту сторону иду нормально. Какие-то стороны света перепутаны. И в эту сторону нормально. Короче, пробуйте у себя и пишите. Или, возможно, я реально ошибся. И находите ошибки. И, и, и пишите в комментариях, что я сделал не так. Вот. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!